Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Друзья мои, приходят уже, пришла уже, точнее, реакция от расистов на сегодняшний обстрел Украины. Напомню, в количественном плане, то есть, если посчитать абсолютно все носители, носители, скажем так, этих бомб и так далее, взрывчатки, то есть ракеты, шахеды, это все просуммировать, по-моему, самый большой, самый большой налет на Украину, и вот чем он закончился. Он закончился грандиозным пуком, об этом пишут сами же расисты. Значит, что они пишут? Подача электроэнергии в Украине, экстренные отключения прекращены, есть кое-где отключения по графику, ну, в частности, в моем районе, например, есть отключения по графику. Ну, в этом, скажем так, большой трагедии нет, мы привыкли, никаких проблем нет. Вот, самое главное, пишут расисты, ни один машинный зал, ни одной электростанции, или ТЭС, или гидроэлектростанции не поражен. Есть попадание, скажем так, по гребле Киевская ГЭС, но оно, как бы, знаете, бывает такое конкретное, когда влупило, а бывает такое скользящее. Мне вообще кажется, что там могла быть сбитая ракета, потому что, судя по уровню разрушений, вот из тех видео, что я видел, они не соответствуют взрыву боеголовки. То есть, скорее всего, все-таки там имело место банальное рикошет, и, собственно, может, и был частичный подрыв, может, это было больше похоже даже на подрыв, возможно, горючей смеси, которой питается ракета, но не на 400 килограмм взрывчатки, да? То есть, ну, нет таких разрушений, которые бы указывали на то, что именно ракета долетела и гухнула так, что, что мама не горюй. Хотя, если бы ракета долетела и гухнула, что мама не горюй, Киевскую ГЭС это вообще никакого влияния не оказало, потому что там нужно 200 таких ракет одновременно, чтобы ей что-то сделать. Ну, так, чтобы вы понимали, там заложена прочность против ядерной бомбы, а не против этих, господи, простей, несчастных ракет. В любом случае, расисты сами пишут сейчас, я это даже выставил, их стирание у нас на телеграм-канале, ни один машзал не разбит, ни одна ТЭЦ не разбита. Как они пишут их выражение, тот, кто готовил сегодняшние обстрелы Украины, слил наши ракеты, их ракеты, в никуда. Вот это вот рецензия от самих расистов. То есть, где, допустим, не было там света 3 часа, 4 часа, 2 часа, где-то не было света полчаса, где-то отключалась вода на 2 часа. Ну, как-то так, да? Они слили в никуда, там, сто с чем, я даже не знаю, сколько там, сто с чем-то ракет, сто с чем-то шахедов, оно все улетело, как говорится, коту под хвост. Вот, собственно говоря, и результаты этой атаки. Это еще раз говорит о том, что, как вам сказать, это, ну, во-первых, скажем так, во-первых, это тупорылый уровень планирования у расистов, вот, и второе, конечно же, это отрицательная селекция, да? Самые тупые лейтенанты становятся старшими лейтенантами и так далее. До генералов, представляете, насколько тупори залезают туда. И пополизы, конечно, сроколизы, да. То есть, а потом вот эти вот, скажем так, глубоко талантливые люди планируют то, что они планируют. Так что расисты полностью-полностью сели в лужу со своим сегодняшним обстрелом, с чем я их и поздравляю. Все будет Украина. А, еще один момент. Подождите, подождите. А зачем они это делали? Знаете, они пишут, зачем? Пишут, что для того, чтобы создать эффект у скрипозавров, у ватопитеков, мести за Курскую Народную Республику. То есть, вот этот сегодняшний сказочный такой, сказочное профукивание больше и более чем 100 ракет, это должно было создать впечатление у избирателей Путина о том, что могучий Путин такой дадул свои щечки, поднял волосы на пляши и вот ударил, так ударил, все просто хохлы просто изумились от его тупости.